Всем привет дорогие друзья! С вами First One и это очередное видео по игре ZOM.SEO. В общем сейчас начнем снимать целую серию игр. То есть это значит, что я сейчас сяду, буду играть где-то, ну там же нельзя отрываться от игры. Буду играть, ну может быть там 3 часа. Это долгая игра, она прямо затяжная. А потом вас ждет прямо эта нарезочка, несколько видео из этого и всего потом сделаем. И в общем как бы сразу хотел сказать, что в прошлый раз, помните, я остановился в видео на сотой волне и остановился не потому что хотел, а потому что там просто выпало сообщение, что сервер перезагружается и все, перезагрузили сервер и весь мой прогресс пропал. Я еще тогда подумал, что это автоматическая перезагрузка, потому что сервер начал лагать. А он реально лагал, на нем было много игроков, там видать много зомби и все это, ребята уже подразвитые. Я думал, что перезагрузка именно из-за этого. Но потом, когда я пересматривал свое видео, я там увидел, по-английски писали в углу, что типа в игру добавлены какие-то обновления, и чтобы эти обновления вступили в силу, вот они как раз перезагружают сервера. Может быть это как раз и было то обновление, которое сейчас появилось в игре. Может быть это было что-то другое и более мелкое, незначительное. Но помимо всего прочего в игре сейчас появилось новое обновление. Добавили какую-то там новую, вроде новое здание для обороны. Ну, мы сейчас это посмотрим. И ребята добавили новый уровень развития построек. То есть раньше там максимум можно было до красного развиться, сейчас вот, наверное, есть еще вот такой вот, я не знаю, как зелененький, бирюзовый, как этот цвет называется. Но, в общем, как бы сейчас мы сможем и развиться больше. И я надеюсь, на этот раз мы продержимся прям реально что-нибудь долго, прям реально много продержимся. И чтобы все было окей, я сейчас сразу выберу какой-нибудь сервер, на котором мало людей. То есть, ну, чтобы у нас было меньше подлагивания. Ну, там, например, Европа. Даже, знаете, на 50-й может еще кто-то захочет зайти, потому что он типа такой красивый сервер, такая цифра красивая, 50. Давайте выберем какой-нибудь вот тупо там 57-й, лоу. И, короче, сюда и отправимся. Нет, мне даже не нравится. Здесь, смотрите, уже какой-то набор народу есть. Я сейчас найду какой-нибудь вообще. Мне уже не нужно. Я не хочу с кем-то там конкурировать с другими игроками. Я знаю, что я, в принципе, ну, как бы неплохо могу развиваться. А другие игроки, они только создадут лишние лаги. Поэтому давайте что-нибудь. Вот 44-й нет. Может быть, даже стоит обратить свой взор не на Европу, а на Азию. Азия ко мне вроде как поближе. Там может быть лагов поменьше. Ну, допустим, 22-й сервер. Я хочу вообще такой сервер, на котором, может быть, кроме меня только парочка человек будет. Ну, сейчас найдем и продолжим наше видео. Так, ну вот, ребята, нашел я какой-то сервер. Здесь два плеера, вообще какие-то новички. Один FS-ник. Короче, теперь... О, нет. Смотрите, у меня что-то на самом деле очень сильно тормозит. На Азии. Нет, попробую сейчас на Европу. Так, ну вот, ребята, я нашел сервер, на котором почти никого нет. Ну, то теперь я покажу вам один секрет, который мне подсказал подписчик в комментариях, как лучше всего начать игру. Я раньше на это не обращал внимания, но здесь смотрите. У нас есть камни, да, и есть дерево. И в прошлый раз, когда я начинал развиваться, я глупо делал, что я, ну, там, допустим, сначала добывал камень, потом добывал дерево и так по очереди добывал то камень, то дерево. На самом деле, иногда бывает такое, что они появляются рядышком и дерево, и камень. Могут даже там почти в одной клетке заспауниться. И если вы найдете вот такой камень с деревом, они, как правило, всегда где-нибудь на карте, да, есть. Ну, допустим, вот два дерева, смотрите. Сейчас, если получится их, вот, смотрите, видите, сверху появляется прямо, что бьют два дерева. Они оба шатаются, и я добываю сразу по две древесины. Как бы это очень выгодно, очень удобно сразу, да, в два раза больше добывать. Но мы сейчас попробуем найти такое место, где рядом будет и камень, и дерево, чтобы сразу убить одним махом двух зайцев. Добывать и то, и другое. Хотя, по-моему, если честно, я не уверен, но что-то я тут начинал. По-моему, камня надо в целом в игре больше, чем дерево. Ну, там, все эти стены, они, может быть, больше камня требуют. Что-то я помню, вот начинал играть, и у меня что-то быстро закончилось, а что-то медленно. Хотя добывал сразу два. О, смотрите, мы нашли чью-то базу. Ну, пускай он здесь развивается, нам, короче, все это неинтересно. Нам надо сейчас найти камень с деревом рядом. А желательно, чтобы был камень с деревом рядом, и там можно даже, наверное, найти где-нибудь три в одном. Было бы удобно там два камня, одно дерево, допустим. Ну, я сейчас побегаю, как найду, так продолжу съемки. Так, вот, ребята, я тут все бегал, бегал, думаю, да господи, есть они или нет. То нашел два, это, два камня рядом, то два дерева. Вот, мы нашли камень с деревом рядышком. Теперь здесь мы начнем застройку. Прямо это, сильно далеко отступать не буду, но, наверное, вот сюда куда-нибудь вниз. Что, мне тут, в принципе, стен хватит, да, наверное, их не так уж много надо. И так, чтобы я во время добычи хотя бы более-менее видел свою базу. Что, пушка, пушка, стены, да нормально. Я думаю, вот так вот в самый раз хватит нам расстояния. Вот здесь я свою базу воткнул. Так, может быть, даже, знаете, перед тем, как воткнуть, я хотя бы чуть-чуть себе это наклепаю камня с деревом, чтобы, ну, чтобы нам было попроще. Вот мы сейчас переждем, у нас сейчас ночь начнется. Всю ночь я буду добывать, а днем приступлю к стройке. Так, ну вот, ребята, у нас наступил день. Теперь будем застраиваться. Строим наш золотой приск. Где? Маленько по-другому, да, построим сейчас базу, я думаю, чем обычно. Что, окружать его стеной, как думаете, или нет? Давайте, наверное, знаете, что сделаем? Мы сейчас построим его. Золотые шахты. Вот здесь вот по периметру воткнем сразу восемь, сколько там, восемь, да, штук. И вот это я уже окружу заборчиком. Ну, на всякий случай. Вдруг там кто-нибудь из врагов прорвется. Здесь у нас будет эта такая, последняя линия обороны. Кстати, много игроков уже появилось на карте, что мне не очень нравится. Так, теперь начнем ставить нашу эту защиту. Начну я с того, что вот эти бомбящие вышки поставлю. Так, как у нас, где центр? Центр у нас вроде как здесь. Ну, но если я вот так воткну, так, так, то вот это будет на углу. Так, блин, появились монстры. Ладно, я думаю, две, допустим, бомбящие вышки здесь. Их всего сколько будет? Их всего шесть. Ну, давайте это. Три с одной стороны, три с другой стороны. Так, парень, давай это. Уничтожай всех этих ребят. Не дают прям застроиться. То есть, пока я тут начинаю строиться, у нас уже... Эй, а что? Так. Теперь сверху. Что мы построим сверху? Ну, я думаю, как бы у нас... У нас, кстати, вот эта новая вышка, это милитауэр. Это вышка, которая наносит большой урон, но на очень близкой дистанции. Даже не знаю, насколько эта дистанция близкая, но, значит, ее надо в конце строить уже ближе к врагам. Так, ладно. Пойдемте у нас пушки, допустим. Пушка. Пушка. Здесь, допустим, стрелковая вышка. Стрелковая вышка. Наша задача сейчас их попробовать, как бы это, более-менее равномерно наши постройки распределить. А, что, у нас нету ресурсов, да? Ну, пойдемте добывать, что, куда деваться. Я, наверное, даже сразу раз такое дело, мы сейчас сразу купим себе улучшенную молотушку, чтобы добывать быстрее. Возьмем себе питомца, возьмем себе шляпу, пусть будет. Все, пока что больше ничего брать не будем. Все, давайте добывать. По крайней мере, у нас сейчас... Вот мне нравится, раньше, да, мне приходилось одно добывать, второе добывать. Сейчас я могу добывать сразу все вместе, и это значительно ускоряет мой игровой процесс. Я сразу сейчас еще возьму дубинку покруче, чтобы, ну, сразу быстренько все это добыть и уже быстро развиваться. Сейчас у меня вторая волна только начнется, поэтому мне сложно не будет. Мои пушки всех врагов за ночь запросто перестреляют. Как бы в этом плане нет у нас никаких опасений. Поэтому пока что просто-просто добываем. Чем быстрее мы добуем все это, тем быстрее мы разовьемся, тем будет лучше. И вообще, в первую очередь, я бы для игроков советовал не торопиться там застраиваться прямо сильно пушками или там застраиваться. Ну, то есть, первоначальную застройку вы, конечно, сделаете, чтобы очертить контур вашей базы, но на первых волнах там сильно пушки улучшать можно не торопиться. А лучше все-таки в первую очередь улучшить, ну, саму базу. Вот на это надо 5000, потому что и золотые шахты. То есть, ну, как бы позаботиться в первую очередь о том, чтобы быстрее добывать деньги. А когда вы уже будете быстро добывать деньги, вам тогда будет и быстрее, и легче прокачать все остальное. Так, ну-ка, монстр, отойди-ка сюда. Так, что у нас еще? У нас еще вот эти башни не поставлены. Ну, ладно, мы их будем на вынос ставить. То есть, мы вот так поставим... Блин, не-не-не, не так хотел. Продадим через одно. Здесь арбалет. Хотя у нас, получается, вот на этих тогда сторонах нету арбалетов с пушками. Так, давайте сейчас подумаем. Я хочу просто красивую оборону сделать изначально. Ну, давайте, например, вот так сделаем. Арбалет здесь, здесь пушка. Но тогда надо будет вот эти две клетки чем-то занимать. Я думал сюда поставить арбалет-пушка, арбалет-пушка, но тогда сюда надо будет больше дроби ставить, я не знаю. А так нам что, сюда... Да, е-мое, открыл случайно. Ну, давайте подумаем. Допустим, я поставлю сюда две дроби вот так вот. Это не очень круто, но хотя ладно, посмотрим. Сюда, допустим, две дроби. Предположим, тогда у нас останется одна дробь для вот этого места и одна дробь вот здесь. Сейчас мы пробуем что-нибудь такое эдакое, ровное, симметричное сделать. Не знаю, что из этого выйдет в итоге. Может, какую-нибудь ерунду поставим. И нам надо еще шесть вышек, которые бьют вблизи. Ну, допустим, одна у нас, предположим, будет здесь. Одна у нас, допустим, будет здесь. А, нажмите R, чтобы поворачивать. Эту башню можно поворачивать. То есть она, по идее, должна это бить в эту сторону. А вот ты, ты должна бить, по идее, вот в эту сторону. Я даже не знаю. Может быть, их стоило где-нибудь там в конце, как последнюю линию обороны ставить. То есть когда враг уже подошел, пробился, и хлоп их начинает в ближнем бою эта вышка бить. Я даже не знаю. И нам надо еще куда-то воткнуть четыре таких вышки. Я даже не знаю. Даже не знаю, ребят. Может быть, вот сюда вот так вот. Тыщ, тыщ. И, допустим, сюда вот так. То есть у нас на всех концах базы есть эти вышки. Насколько близко они бьют? Радиус 110. Ну, для сравнения, у этой пушки радиус 500. Но это все равно, это близко. Нам, а, вот, смотрите, как бы у этой пушки, вот она кругляшком очерчена, как далеко она бьет. А вот эта пушка, она прям реально бьет, похоже, только в ближнем бою. То есть она, мы все равно же сейчас будем ставить стены, да? Вот так вот. Мы сейчас все это стенкой окружим. И она, по-моему, даже это, даже действовать эта пушка не будет, потому что она из-за стены не достанет врага. Ее, мне кажется, действительно надо было эти вышки ставить, где-то уже прямо как это, близко к центру базы, когда если враг все остальное уничтожил. Хотя если враг все остальное уничтожил, то уже неинтересно. Это будет значить, что вы уже наверняка, если сейчас, ну, не проиграете, то следующей волной проиграете. Как-то надеяться на что-то, ну, не знаю. Ладно, пока что мы просто обнесем все стеной. Я думаю, сразу мы еще эту стенку... Сколько? А, нам не хватает камня и дерева. Ну, ладно, пойдемте сейчас это. Тогда базу прокачаю пораньше. И чтобы улучшить нам все, все наши золотые шахты, нам нужно 120 древесины. В общем, идем добывать. Наши вышки пока что дерутся. Пусть дерутся монстр. Пока что качать на этих волнах не буду. Сейчас нам главное это, побыстрее развиться. А вот уже потом мы будем, наверное, ночью отвлекаться и бегать, качать нашего питомца, который вот тут рядом со мной стоит. Ну, чтобы его качать, надо сражаться. Так что мы можем прокачать, да, все золотые шахты. Теперь следующее улучшение базы будет нам стоить 10 тысяч золота. 10 тысяч золотых. И я бы сейчас стены прокачал, да, вот так вот. И с этой стороны, соответственно, тоже. А пушки бы я не качал сейчас. Знаете почему? Потому что если пушки не прокачаны, то они не будут быстро убивать врагов. А если пушки не будут быстро убивать врагов, это означает, что враги, ну, будут какое-то время жить продолжительное. И это будет для меня выгодно в плане прокачки моего питомца. То есть, ну, если враги будут бегать, то питомц, не умирать сразу за первые 5 секунд от пушек, то тогда у питомца, у моего, будет время, чтобы их уничтожить. Кстати, я смотрю, многие игроки вышли. Это меня радует, потому что до этого тут что-то здоровый список был игроков. Но сейчас уже многие повыходили. Я не знаю, это, наверное, были какие-то новички, которые первый раз зашли в игру, побегали. А, чего, куда? А, не, фигня какая-то, неинтересно. Я пошел. Потому что я видел, что там многие даже что-то, это, строить не начинали. Не развивались. Так, все. Вот с этой ночи уже начнем качать нашего питомца. Давай, питомец, смотри. Сражайся с ними. А, мне надо самому, да, ударить. Я надеялся. Не, что-то мало их пока что. Мы так сильно не накачаем питомца, больше будем бегать за ними. Ладно, тогда позже приступим к прокачке питомца, а пока что просто подобываем ресурсы. И даже, чтобы добывать быстрее, я, наверное, 6 тысяч, да, ты стоишь? Ну, я куплю, куплю. Зато смотрите, как тебе пошло дело. Дышь, 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 дышь. Добыча прет. Ну, ладно, всю ночь, весь день будем добывать. Это и так понятно. Короче, через пару ночей, наверное, встретимся, когда я уже начну качать питомца, когда монстры не будут так быстро дохнуть. Так, ребята, ну вот у нас близится седьмая ночь. Может быть, сейчас будет посложнее. Я тут маленько успел навести чай, просто вот так оставив героя, долбить камень из дерева. Мы теперь можем, кстати, прокачать нашу базу, и мы можем нашего питомца отправить на бой. Давай, вот смотрите, он бьет, бьет, клупает. Пускай пока он там что-то махает своей палкой, он набивает себе уровень. Причем, смотрите, блин, стены-то, может быть, подкачать их маленько, чтобы лучше держались. Так, питомец, давай его тут еще побей, ребят. Смотрите, там уже прорвались маленько, некоторые стены разрушили, но незначительно. Тем более сейчас, когда мы их улучшили, они у нас будут жить еще дольше. А пушки пока что трогать не буду. Пушки пока что не буду трогать, потому что чем дольше, ну, чем слабше бьют пушки, тем дольше живут монстры вражеские. Это значит, что больше времени у меня, чтобы будет, чтобы качать питомца. Так, теперь вот это у нас, чтобы все улучшить, надо 2400. Ну, давайте, вот сколько прокачали. На одну не хватает 300, 300 золота. Жалких, вот все, хватает. Все золото прокачали. Теперь просто добываем, добываем и ждем следующей волны. Питомец наш, кстати, ради интереса поинтересуемся. Через 5 уровней только сможет эволюционировать. Так, ребята, ночь наступила, питомец, давай в бой. Давай, молодец, колупай. Что-то их, это, мало как-то врагов бежит. В тот раз, по-моему, побольше было. Но они, наверное, более мощные, более живучие, но их меньше. Давай, питомец, колупай их. Вот и этого ударь. Смотри, сколько их там еще за деревом собралось. Но вот потом, когда с этими раскидаемся, пойдем из-за деревьев вытаскивать. Что, все, пойдем, питомец. Смотри, у нас тут еще сбор небольшой. Все вот эти пушки далеко, да, бьют. Поэтому я их и поставил поближе к базе. Но они бьют далеко, все равно до врагов достанут. Далеко до медленно. Так, ну все, всю волну оприходовали. Наш питомец уже седьмого уровня. Теперь добываем ресурсы до следующей ночи. Так, братцы, очередная ночь на подходе. Пойдемте, пойдемте. А, здесь у нас ночь с боссом. Ладно, я своим молотком его поколупаю. Правда, с этого много урона не нанесешь. Но я пока что не тороплюсь тратить свое золото на покупку меча. И вот, смотрите, тут уже хорошо, что у нас стена... Блин, надо эту стену прокачать. А то он сейчас это так быстро доколупается. У него еще половина здоровья. Видите, что я пушки не качал? Ладно, давайте прокачаем. Пускай они его хотя бы побыстрее раскидают. А то мы так и проиграть можем. Ну-ка, сдохни. Сдохни, негодяй. Ну, видите, с боссом пока что мы не готовы были драться, как он нам базу снес. Но это потому, что мы сознательно базу эту не качали. Так, что такое? Золота, что ли, не хватает? Или что? А, питомец, отойди, не мешайся. Так, здесь внутреннюю стенку сейчас вернем на место. Вот, видите, сейчас внутренняя стенка тут очень хорошо заехала. В плане, она очень пригодилась для борьбы с боссом. И раз у нас такие дела, давайте мы, наверное, маленько усилим нашу оборону. Вообще-то, начнем с того, что базу прокачаем за 16 тысяч. Вот эти золото добывающие здания. И, наверное, все, да, мы теперь прокачаем, чтобы нам золото быстрее капало. Теперь прокачаем все стены, которые у нас есть. И, я думаю, уже можно приступать к строительству второго ряда стен. Поэтому давайте. У нас тут еще, тем более, некоторые углы скосили. Их тоже восстановим. И второй ряд стены уже возведем. На всякий случай нам понадобится. У нас уже скоро следующая волна начнется, пока мы тут всю ночь бегаем туда-сюда. Блин, ну вот эти пушки новые, мне их как-то надо было по-другому использовать. Я не знаю. От них толку? Они стоят, ничего не делают. Они смогут что-то делать, только если враг прорвется. Ну, короче, я не знаю. Меня как-то они не радуют. Они как будто сейчас просто лишнее место занимают. И все. Так. Питомец, давай, дерись. Борись. Развивайся. Вон этих побей. Наверх что-нибудь сходи. Подерись. Молодец. Ай, молодец. Я рядом с ним хожу, потому что если я от него убегу, то он начнет бежать за мной. Но монстры тоже пробиваются. Но если бы у меня были пушки прокачаны, но я не хочу пока что на это тратиться, то они бы, конечно, так быстро не могли бы ломать мою оборону. Так, здесь сейчас еще стеночку апнем. И еще вот здесь нам стена понадобится. Поэтому я сейчас трачусь на стены, а на пушки не трачусь. Я думаю, вы меня поняли, зачем я это делаю. Чтобы мне было просто проще прокачаться. Ну, точнее, не мне, а моему питомцу. Так, это еще мое, что ли? Как это здесь оказалось? Это мы уберем. Это нам не надо. Так, и здесь, по-моему, надо как-то... А я запутался. А здесь вот так надо было сделать. Вот, ну ладно, пойдемте добывать дальше. Добывать и добывать, потому что дерево с... Надо понадобиться много. Очень много. Может быть даже... Ну, хотя его поначалу много надо, потом как-то это обычно хватает. Да, я даже куплю себе получше молотушку пока что. Зато буду добывать в два раза быстрее. Так, все, ночь приближается. Кстати, вот здесь я еще не сделал нормально стену. Вот так должно быть. Все, может быть нам уже... Скоро нам уже, наверное, придется улучшать наши орудия, потому что монстры, смотрите, что-то долго живут, их слишком много. Давайте вот так прокачаем до третьего уровня хотя бы все наши арбалетные. А то слишком плачевно все это может закончиться. Наш там герой, конечно, качается. Давайте еще вот так прокачаемся. Чуть-чуть уже надо прокачивать пушки. Где там мой питомец? Я его даже не вижу. А, его похоже... Да, его, наверное, убили все же. Питомец, питомец. Да, его надо воскресить. Но он уже девятого уровня. Мы его можем эволюционировать. Мы его воскрешаем и эволюционируем. Да, его снесли, но там много врагов. Что поделать? И здесь, смотрите, тоже так нормально, да? Я не знаю, как у нас было. Короче, маленькие сейчас стены восстановим. Базу маленько прокачать бы нам не мешало. 20 тысяч золота есть. Так, теперь, чтобы улучшить все золотые шахты, нам надо 6 тысяч золота с лишним. Ладно, пока что копим золото и идем собирать ресурсы. Ну и я думаю, мы к следующей ночи уже прокачаем маленько все наши пушки. Потому что, ну, все же уже долго они справляются с монстрами. Так, ребята, начинается следующая ночь. Давайте я вот эти прокачаю. Бомбовые пушки. Питомец, давай что, кого-нибудь бить? Давай вот этого бить. Всех их бей. Качайся. А я пока что вот эти еще пушки прокачаю до белого цвета. Нам этого, на какое-то время нам этой прокачки хватит. Так, молодец, питомец. Здесь камушек восстановлю. Да, я могу, на самом деле, сейчас уже все стены прокачать. Но для начала золото. 6 тысяч 400 золота, чтобы добывать больше золота. Ладно, добываем. Так, ребята, 13-я волна началась. Давай, питомец, качайся. Питомец? Не, он вообще молодец, как бы. Это он поначалу такой, знаете, ну, как бы, не, все равно он нормально. Он по 179 уже заряжает. Но потом он прямо хорошо будет помогать. И если вы смотрели мои предыдущие видео, он даже, знаете, как может выступать, как неплохой убийца героев. Потому что он прицепляется к вражеским героям, если они там к вам лезут. И он, ну, там, может им прямо так прилично навозить. Здесь у нас маленькой стен снесли. Давайте это дело восстановим. Так, и вообще, что у нас там с золота, да? Мы хотим больше золота. Отлично. Все золотые шахты прокачаны. Следующее улучшение базы будет стоить нам дорого. 32 тысячи. Но мы пока что, наверное, вот так прокачаем стены, которые у нас здесь есть. Насколько у нас золота хватило. Ну, вот видите, в этой игре обычно поначалу все прямо упирается в золото. Вечная нехватка золота. Именно поэтому я в первую очередь всегда прокачиваю, ну, золотые шахты на то, чтобы они больше добывали золото. Потому что чем раньше вы начнете добывать золото, тем быстрее вы в итоге будете развиваться. Так, у нас очередная ночь. Никто не сможет нам помочь, поэтому мы по-быстрому апаем все стены, которые у нас остались, чтобы они подольше жили. Чтобы их враги не сносили. Я даже, знаете, вот думаю, может быть вот эти пушки, может быть их мне потом надо будет снести и просто поставить где-нибудь снаружи. Да, их будут сносить враги. Но они хотя бы будут дамажить. Но сейчас это слишком дорого для меня, как бы сносить. А где, где монстр? Я никого не вижу. Странная какая-то ерунда. Может где-то большой этот монстр? Застрел за деревом, знаете, который один большой приходит. И тот застрял. Вот это было бы смешно. Я реально никого не вижу. Что за глупость? Ладно, я не знаю, что делать. Добываем дальше. Ерунда какая-то. Причем я не покупал вот эту штуку. Тут есть такая штука, за 10 тысяч можно купить, чтобы в течение ночи никого не было. Так, ну давайте смотрим. У нас 15-я волна приближается. Сейчас-то монстры должны появиться. Вот, да, пошли нормально. Тыш-тыш-тыш, давай, давай, наш питомец. Уничтожай их всех, качайся. Мне уже надо скоро будет броню себе купить, чтобы это, ну, чтобы чувствовать себя безопаснее во время этих атак монстров. Я же им иногда под руку попадаюсь, они мне здоровье сносят. А так бы могли сносить мне броню. Так, герой, давай вот этого. Все, хватит, всех перебили. Добываем тогда дальше. Сколько нам для развития базы надо? 32 тысячи золота. Ну, у нас уже половина этой суммы есть. Так, ребята, у нас приближается 16-я ночь. На этот раз монстров не будет, потому что я сделал глупость на самом деле. Смотрите, что я сделал. Я, наверное, и в прошлый раз эту глупость сделал. Я, как бы, для того, чтобы добывать дерево и камень, я обычно, ну, как бы, тут есть такой, как бы, секрет. Хотя это не секрет, это на самом деле ерунда. Но я когда-то думал, что это такая, типа, хитрость и секрет. На самом деле оказалось ерундой. Ну, смотрите. Я зажимаю левую кнопку мышки, чтобы добывать. Но мне надо эту кнопку держать безотрывно, чтобы он добывал. Но можно открыть инвентарь на букву I. Ну, как бы, смотрите, открываю инвентарь. Блин, погодите. Открываю инвентарь. Потом отжимаю свою правую кнопку мышки. На кнопку I могу закрыть инвентарь, а он продолжает добывать. И я думал, ну, прикольно. Я нашел такой игровой секрет. И у меня сейчас так получалось, что у меня была вот эта вкладка открытая. И я как бы, ну, добывал, зажимал кнопку I. Потом отжимал мышку и случайно купил вот этот тайм-аут. И, похоже, я его два раза случайно купил. Это, короче, тупость. Я 20 тысяч золота сейчас просто потратил в никуда. Это очень плохо. Потому что я за ночь, ну, пока что при моих шахтах, наверное, столько даже не зарабатываю, сколько потратил на это. Ну и как бы другая еще... А почему вот эта вот моя хитрость еще... Ну, на самом деле это не хитрость, а глупость. Потому что мне один подписчик написал, что на самом деле достаточно просто нажать кнопку пробел. И тогда ваш персонаж станет вот так добывать камень с деревом. А я-то думал, я такой, о, я, типа, открыл прикольную фишку, как на самом деле не зажимать левую кнопку мышки, а добывать, типа, ну, по-простому. Заставить персонажа, ну, добывать ресурсы самому. Оказывается, можно было, ну, что в игре этот функционал и так присутствовал, и достаточно было нажать пробел. Короче, вот такая вот... Короче, ода человеческой глупости у нас тут произошла. Ладно, у нас наступает следующая ночь. Я тут целый день проболтал, целую ночь проболтал. В общем, и сейчас мы готовы качать питомца. Но, знаете, я себе сейчас очень, ну, как бы это, замедлил развитие, потому что я потратил 20 тысяч золотых на ерунду. На то, чтобы купить эту возможность пережить ночь спокойно. Причем две ночи. Мы сейчас еще ради интереса посмотрим, сколько мы в данный момент золота добываем. Потому что, ну, на самом деле, вот эта фишка за 10 тысяч, чтобы не было монстров ночью, она хороша, ну, на каких-то таких волнах, где вы уже за ночь добываете, ну, больше, чем 10 тысяч золота. А еще плюс вы там к этому получаете еще дополнительный день. Это как бы помогает вам в итоге, ну, за то же количество пройденных волн заработать больше золота. Но сейчас мы зарабатываем гол золота в секунду. Что? 12 золота в секунду? Не, ну, это тут я не сосчитаю, конечно, там. 12 золота в секунду умножить на 8, умножить на 60 секунд, сколько в минуте, потом умножить. Ну, короче, это надо прямо сесть и заморочиться сосчитать, выгодно это или не выгодно. Но я думаю, на моем нынешнем этапе развития это не очень выгодно. Нам сейчас выгоднее было бы это, быстрее прокачаться, быстрее базу апнуть. И теперь нам нужно, чтобы все золотые шахты прокачать еще 9600. Ну, ладно, пока что добываем. Так, ребята, приближается ночь, 17-я волна. А у нас питомец 17-го уровня, причем мы его, по-моему, не эволюционировали, да. Давай, питомец, сейчас будешь бодрее, больнее бить. И теперь тебе надо еще 8 уровней качнуть, чтобы развиться. Где монстры? Я же не покупал. Вон, у нас теперь волна с боссом. Волна с боссом. Это значит, что улучшим стены тут, чтобы он не проколупался. Может быть, вот эту пушечку улучшим. И вот здесь бы эти стены тоже улучшить. Питомец-то бьешь? Да, он бьет по 400. Ну, смотрите, в этот раз с боссом мы гораздо раньше справились, не дали ему там прорваться внутрь, но он там все равно устроил небольшой разгром. Так, золото у нас 26 тысяч. Можем еще шахты все качнуть. Ну и давайте, наверное, оставшиеся стены сейчас подкачаем. При этом, видите, у нас, несмотря на то, что у нас 17-я волна, мы наши пушки практически не улучшали. У нас там много еще серых обычных, там слабо прокачанных. Нету ни одной вот такой вот оранжевой пушки, нету синих пушек. Но при этом мы вполне спокойно с волнами справляемся. И это нам позволяет, ну, быстрее прокачивать питомца, потому что пушки быстро не раскидывают врагов. Так, ребята, пришла 19-я волна. 18-ю я пропустил, потому что, ну, короче, я пил чай, закусывал бутербродом, и я под... Ну, у меня был забит рот, и я думаю, ну, что я буду сейчас вот так озвучивать? Так, ну-ну-ну-ну-ну, с полным ртом еды. В общем, поэтому просто побегал без записи. Качаем-качаем монстра. Что-то монстр... врагов уже много. Давайте, наверное, вот так прокачаем хотя бы до оранжевых наши бомбовые пушки. Это нам маленько поможет побыстрее раскидаться, а то они... это... Все равно же они стены ломают. Это лишние траты потом на восстановление стен. Вон, здесь уже вообще докопались до наших пушек ближнего боя. Как они мне не нравятся, на самом деле, я не знаю. Я вот думаю... ну, ладно, они хотя бы... Может быть, я их потом вообще вынесу наружу и буду... Ну, когда у меня будет денег до вала, может быть, я их тогда вынесу наружу и буду их по-другому использовать. Буду их периодически ставить, их будут периодически уничтожать, но зато они каждую волну будут участвовать в бою, там, маленько дамажить врагов. Не знаю, посмотрим. Я пока что не нашел им достойного применения. Я говорю, можно было их туда, вот, допустим, вокруг золотохранилища в четыре стороны поставить, но я не знаю, как последняя линия обороны. Но тоже это... Когда у вас уже в ход идет последняя линия обороны, значит, вы уже, наверное, игру проиграли. И толку, что, ну, там... Отобьете последнюю атаку, но... Не знаю, короче. Так, ладно. Не, ну, конечно, да, там, может быть, это и будет иметь значение. Давайте вот это прокачаем. Что-нибудь надо уже какие-то пушки, я думаю, прокачивать до синего. И давайте вот здесь тоже эти же пушки прокачаем. Ну, точнее, вот эту одну она у нас не попала в радар нашего улучшения. Давайте, наверное, башни лучников тоже прокачаем. Ну, что-то сейчас уже сильно враги наседают. Питомец, давай, бей. И вот эти пушечки тоже маленько качнем. Так, я сейчас это... Случайно сдохну так. Я уже что-то слишком большого о себе мнения. У меня здоровье, смотрите. Питомец, давай, бей. Мне уже надо броню себе на самом деле купить. Просто с золотом проблема. Золота катастрофически не хватает. Так, ладно. Мы сейчас обязательно купим броню. Броня, она, ну, вот видите, она синенькая. В чем плюс брони? И в чем ее минус? Плюс брони в том, что, да, вас, когда будут монстры теперь бить, у вас сначала будет отниматься броня, потом здоровье. Минус брони в том, что она помогает только против монстров. То есть против других игроков у вас только здоровье есть. И, ну, если у вас будет кто-то бить другой, он будет вас бить, ну, минуя вашу броню. Я думаю, даже сейчас за 3000 ее еще прикупим, улучшим. На всякий случай, случаи бывают всякие. Там можно где-нибудь залагать случайно. Все, пролагал тебя монстр съели, а ты стоял в неудобном месте. Или что-нибудь в этом роде. И я думаю, я могу себе еще купить сейчас лук. Да даже пускай он будет самый дешевый. Просто для того, чтобы не подходить вплотную к монстрам, а бить их издалека с лука. Но тем самым я буду агрить на них своего питомца. Значит, сколько нам будет стоить улучшение? 100 тысяч? Да, дальнейшее улучшение базы дорогого стоит. Ну, ничего, накопим. Помаленьку. Так, ребят, приближается ночь у нас. Давайте сейчас маленькие еще пушки прокачаем. И посмотрим, как справляется наша новая оборона. Питомец, давай бей. Я себе лук достану. Че, я же его не зря покупал. Вот этого парня бей. Пойдем, кого еще? Вот этих. Вот этих. Блин, промазал. Пока я промазал, их всех уже перебили. Ну, ладно. И вон тех за деревом. Че, стрела сквозь дерево не летит, да? Ну, ладно. Знаете, вот это вот все, то, что я стараюсь прокачать питомца побыстрее, оно, в принципе, тоже может быть и не особо нужно. Может быть, лучше бы я пушки улучшил и меньше бы стены терял. Потому что, ну, питомец, да, он помогает. Но, как показала, допустим, моя прошлая игра, я его поначалу вообще не качал, даже не думал о нем. А вот сейчас я хочу его прокачать пораньше. Но у него все равно есть предел. И так или иначе, если вы там больше 100 волн, да, или хотя бы до 100 волны дойдете, вы все равно до этого, ну, как бы, вы все равно его прокачаете. А у него есть максимум, вы его докачаете до этого максимума и так. Так что, может быть, и зачем я на это все трачусь? Лучше бы пушки сейчас все улучшил, да, как бы сразу, с самого начала. Они бы сразу разносили всех монстров, монстры бы не сносили стены, мне бы не приходилось бы тратить лишнее золото потом на восстановление этих стен. И в итоге, в принципе, прокачка была бы быстрее. И как ни крути, я в итоге все равно бы, ну, монстр своего питомца помаленьку бы подкачивал. Ну, это вот, видите, я сейчас к таким мыслям только уже в ходе игры прихожу. Ведь это, чем больше играешь, тем больше что-то об игре думаешь, больше каких-то это, появляется новых идей, как лучше прокачаться, что лучше сделать. Ну, смотрите, как сейчас монстр долго колупает одного монстра. Ой, точнее, монстр, питомец наш. А то я все это, слова часто путаю, там, монстр, колупает монстра. Вот и поймите, о чем я хочу вам сказать. Так что я, короче, сейчас забью на все и буду уже прокачивать оборону. Ну, маленько прокачаю оборону. А потом уже это, ну, чтобы в развитии не застаиваться, мне надо уже базу качать. Надо 100 тысяч копить. Итак, ребята, у нас приближается 23-я волна. Наш питомец 23-го уровня, ему не хватает 2 уровня до улучшения. Смотрите, 23-я волна, 23-й уровень. Почти это, можно сказать, мы идем со скоростью... Так, блин, хотя вот это... Да, е-мое, дайте мне... Ай, что я натыкал, лук хотел взять в руки. Я надеялся, что это, там, можно на циферке оружие переключать, не на циферке, мы можем только пушки выбирать для постановки. Что, все? Закончилась ночная смена. Там еще за деревом кто-то был, но их сейчас эти пушки-бамбушки убьют раньше, чем я сюда приду. Так, ладно, я думаю, я сейчас даже несколько волн вам показывать не буду. Просто буду бить монстров и буду копить 100 тысяч. Как накоплю, там уже качнем базу, там уже продолжим съемку. О, ребята, 25-я волна у нас оказалась волной с боссом. Ну, давайте, давайте бьем босса. Барбоса. Ну, нормально, он сейчас у нас быстро проседает, хотя он одну нам стену снес, сейчас вторую снесет. Вот, здесь и наш питомец маленько на нем подкачается. Че, питомец, как твои дела? 25-й уровень, здоровья мало. На, подлечись, малыш, молодец. И мы, кстати, можем его уже эволюционировать. О, смотрите, посерел, взял в руки золотую дубину. Молодец, так держать. Так, здесь стены, где уничтожили, давайте маленько подкачаем. Даже вот сюда еще одну воткнем. Вдруг у нас опять с этой стороны будет следующая атака. Как бы это, где бьют, там и улучшаем. И, кстати, можно еще вот здесь маленько, периодически, вот этот красный камень. Кто-то спрашивал, зачем, типа, этот красный камень. Он, по-моему, незачем. Ну, в том плане, что его нельзя добывать, но зато на нем можно качать питомца. То есть на нем постоянно... У этого камня постоянно появляются вот эти монстры. То есть можно раз в несколько, там, я не знаю, минут, там, сколько они резаются, но периодически туда заходить и убивать этих монстров, чтобы качать питомца. Я думаю, как-то так. У нас пока что 91 тысяча голды, но я думаю, к следующей ночи мы уже накопим сотню. Так, ребятушки, пошла 26-я волна. Где у нас монстры? Давай, монстр. Это питомец, бей их, бей их, качайся. Молодец. Давай вот этих бей. Правда, всех с этой стороны бьем, не знаю, как там, с другой стороны. Но чем быстрее мы здесь справимся, тем быстрее пушки переключатся куда-то еще. Хотя вот у нас сейчас моя конструкция, да, база, она более... Если вот смотреть мою прошлую линейку видео, когда я играл, я не делал вот эту стену внутреннюю, зато пушки стояли плотнее, и, соответственно, им было, ну, проще, я не знаю, стрелять во все стороны. Сейчас они чуть-чуть, капельку, более обширно стоят, но уже там, это, не везде могут достать, где раньше доставали. Так, ну и у нас 100 тысяч готово. Улучшаем нашу базу, чтобы улучшить все золотые приски. Ох ты, смотрите, нам понадобится 64 тысячи золота, да? 5600 камня, 5600 дерева. Но золота вот много надо. На улучшение одной из 8 тысяч. Все идет это. Сейчас все становится дорого и долго. Так, ну давайте пока что это. Питомица, иди качайся. По крайней мере, с деревом и с камнем у нас сейчас проблем особых нету, и поэтому можно сильно по этому поводу не заморачиваться, и днем там прямо это, не так уже активно добывать, как я это делал в начале. И, кстати, если бы у меня была нехватка камня, я бы мог... О, смотрите, какое место я нашел. Здесь можно даже за раз, наверное, нет. Что-то, мне кажется, не получается. Я хотел сразу 3 штуки бить, и 2 камня, и 1 дерево. Но, по-моему, не получается. Либо вот так, либо вот так. Либо вот так, наверное, могу 2 камня бить. А вот, смотрите, сразу всех 3 бью. И добываю 6 камня за раз, и 3 дерева одним ударом. Вот это здорово, я считаю. Так, у нас, кстати, ночь, пока мы тут развлекаемся. Так, питомец, питомец, тебя надо подлечить, а то ты сейчас погибнешь. Давай, помогай базу, базу выручай, спасай базу, питомец. Молодец. Вот этого убей. Этих за деревом, правильно? Они хоть нам вроде и не угрожают, но их все равно надо истребить, чтобы они не дали своего потомства. Все это, конечно, шутки и лирика. И пойдем это, вот этих злобных карликов убьем. Блин, вы видели? Стрельнул и прямо попал точно стрелой между двух чертят. Тысяча чертей. Стрела пролетела между чертят. Жалко, что нельзя купить сразу с десяток этих, как бы, зелий для лечения нашего питомца. Ого, а что они такие зеленые? Я думал, они должны, как бы, это, красненькие такие стать. Это, конечно, интересно. Так, ну давайте ради интереса проверим. А у нас, смотрите, золотая шахта, она, как бы, красная. И раньше так и было. И вот эти золотые приски, мне кажется, тоже раньше были красными, а не вот такими бирюзовыми. Ну-ка, сейчас давайте какую-нибудь пушку попробуем прокачать. Вот она была синяя. Следующее улучшение, она стала красной, но с такими зелеными дужками. Все равно. Томец, давай, давай, бей, качайся. Молодец. Есть еще кто? Ну, я точно знаю, что вот здесь еще, да, есть пара чертят. В общем, ну они неплохо его бьют. У него, смотрите, все равно, он на них здоровье теряет прямо нормально наш питомец. Но чем дальше, я думаю, тем он будет все более конкурентоспособен. Хотя, погодите, что это я к этим встал, дереву и камню? Ведь мы нашли более хорошее место. Тем более, оно, знаете, чем еще хорошо? Я могу здесь и добывать ресурсы, и периодически смотреть, когда... Ой, питомец, блин, не успел его полечить. Сразу не глянул, что у него со здоровьем проблемы. Давай, иди, бей. Теперь этого бей. Теперь давай сюда и полечим тебя. И главное только это тебе бутыльки в срок покупать. А мы пока что здесь осядем. Хотя у нас с ресурсами вообще сейчас проблем нет. И, кстати, помните, я говорил, что типа камень тратится быстрее, чем дерево. На самом деле был неправ. Но вот сейчас я, правда, стал камень добывать. Но до этого я смотрел... У меня, да, камня было меньше, чем дерево, но я добывал их одновременно. Но при этом не сказать, чтобы прям камня было намного меньше, чем дерево. Ну, там, при условии, что у меня было там больше 10 тысяч, разница там была всего лишь в пару сотен. Питомец, давай, защищай базу. Убивай их всех. Нам бы стены, наверное, прокачать не мешало, чтобы они их, ну, не успевали сносить, чтобы нам потом не приходилось тратиться на повторные их улучшения. Но, с другой стороны, в первую очередь, наверное, лучше бы все-таки золотые шахты прокачать. Ну, уже сейчас еще две прокачал. Питомец, давай сюда, пока их всех не убили. Пока на них еще можно опыт набрать. Чего я этого не стал бить? Какой глупый питомец. Так, осталось еще три прокачать. Это, ну, что там, 8, 16, 24 тысячи надо набрать. Так, иди-ка бейся с этим парнем. Теперь с этим. Так, надо тебе бутылку купить. Пей и бейся дальше. Так, ну что, как наш питомец? Ему еще три уровня до улучшения. Так, ребята, 30-я волна у нас пошла. Давайте, давайте, давайте защищать базу. Давайте что-нибудь, давайте стены прокачаем. Все, с этой стороны можно не беспокоиться, поэтому питомец пойдем на другую сторону стену защищать. Да емае, какой я косой. Давай, бей кого-нибудь. Бей вот этих. Что ты стоишь? Да ты там убежал. Все. Все, не осталось врагов. Ладно. Тогда пойдем здесь еще подкачаемся. Тебе надо бутылочку купить. Давай вот этого, мой маленький. И последнего. Так, ребята, у нас 31-я волна. Давайте отбиваемся, как можем. Как можем отбиваемся. Ну, враги тут что-то это все больше и больше наседают. А у нас ничего почти не качано. Знаете, если вот так, как я сейчас играю, не качать, не качать, не качать, а потом хлоптает такой, опа. А уже поздно. Уже все снесли и все прорвали. Хотя и денег-то особо нету сейчас сильно на прокачке. Нам надо в первую очередь. Вот, 24 тысячи мы потратили. Увеличили приход золота. А теперь мы толком ничего и улучшить дальше не можем. У нас сейчас денег нету. Так, ребята, у нас наступает 32-я волна. И у нас, кстати, 32-й уровень питомца. Нам нужен 33-й уровень, чтобы прокачать его. Ну, точнее, как эволюционировать на новый уровень. Блин, питомец. И этот. Блин, я сейчас снесу этот камень, если ты не перелезешь. Вот, молодец, молодец, молодец. Иди качайся. Че? Больше никого, да, не осталось? Ну, там, то, что осталось, то, что сейчас быстро погибнут уже. Кто остался? Пойдем уже здесь на монстрах докачаемся. Хотя 33-й уровень у тебя уже есть. Но давайте посмотрим. Вот он до эволюции. Сейчас бьет до эволюции по 231 единице урона. Сейчас мы его эволюционируем. Он станет выглядеть по-другому. Вон, смотрите, у него уже синяя дубина в руках. Купим тебе бутылек. Давай, сколько ты теперь будешь наносить? Эй, ты че делаешь? 250 урона. Ну, больше. Все равно больше. Так что вещь полезная. Так, ребята, у нас приближается 33-я волна. Пойдемте перед ее началом быстренько, я не знаю, стены прокачаем. Мне кажется, в первую очередь лучше всего стены качать, потому что... Ну, потому что если у вас стены не качаны, то их, как правило, пробивают. И вам потом приходится опять на их место ставить другие стены. Так, ну-ка давайте быстрее этого босса. Сносите. Сносите, пока он не снес нашу пушку. Быстрее. Может ее... Блин, надо было ее прокачать. Тогда бы он ее не успел снести. У него бы стало больше здоровья. Беда. Придется теперь опять здесь ставить и улучшать пушку до максимума. В общем, мог бы другие быстренько постройки прокачать. И тогда бы этот босс так далеко не зашел бы. Давайте вон пушки прокачаем. 43 тысячи у нас еще остается. Давайте вот эти все оранжевые пушки до синих. О, смотрите, есть серый арбалет. Его прокачаем до синего. Что еще? Вот эти я даже не знаю. Пока что не буду их качать. Они меня не так... Они меня не радуют, потому что они в бою почти не участвуют. Давайте все пушки до красных. Насколько денег хватило? Вот на одну пушку еще даже не хватило денег. Так, и здесь у нас... А, здесь у нас была вот такая штука. Даже не такая. Ее же надо... Мне еще не нравится в этой пушке. Она мало того, что бьет, как попала, ну, на небольшой дистанции, так она еще и бьет только в одном направлении. Но я думаю, скорее всего, ее как бы фишка в том, что она, наверное, очень больно бьет. Прямо вот, прям, наверное, ощутимо, если ее прокачать. Сколько у тебя урона на первом уровне? 80 урона. А вот у такой пушки, если поставить... Ну, тут уже не прочтешь, да? Надо было... Ну, как бы надо было сразу сравнивать эту новую пушку. Герой, ну-ка иди, питомец, иди, качайся. Блин, двое на одного, нечестно. Но мы тебя полечим. Тем самым исправим несправедливость. И у нас уже, в принципе, на пороге новая ночь. Так, питомец, 34 уровень. Ну-ка, бей вот этого малыша. Отлично. Синие малыши у нас поползли. Плохо. Ну, плохо, что их мало. Их трудно поймать, чтобы на них покачаться. Даже, наверное, сейчас стараться особо не будем. Давайте лучше постараемся понять, сколько нам сейчас надо золота, чтобы прокачать нашу базу. 400 тысяч золота. Вот видите, раньше красный это был максимум, да, по-моему. Теперь вот можно еще за 400 тысяч еще улучшить свою базу. Ну что, надо копить. Надо копить. Ну и если там, конечно, будет уже слишком сложно в плане выживания, то надо будет еще улучшать другие постройки. Там всякие вышки, пушки. Так, ребята, ночь приближается. 35-я волна. О, пошли красненькие малыши. Давай, давай, бей их всех. Ктомец таком негодяем. Пусть будут знать, как на нашу базу нападать. Да, е-мое. Косой чингачгук. Чингачгук, косой глаз. Все, справились. Так, ребята, приближается 36-я волна. Пойдемте, пойдемте защищаться. Причем, я не знаю. Мне кажется, что на самом деле маленько... Мне почему-то кажется, что разрабы ускорили в принципе все. Может быть, золото стало быстрее появляться, и мы в целом развиваться стали быстрее. Не, могу, конечно, ошибаться, но надо мне просто взять и ради интереса посмотреть свое предыдущее видео, какие у меня примерно были постройки в прошлый раз на 36-м уровне. Я, конечно, могу сейчас, может быть, и быстрее развиваться, но мне кажется, ну как бы это... Мне кажется, я прям капитально сейчас быстрее развиваюсь. Может быть, разрабы сделали так, что в целом как бы легче быстрее развиться, но и монстры быстрее появляются более мощные. Не знаю. Так, ну у нас что? 400 тысяч нам надо. 36-я волна закончилась. Я думаю, я сейчас скорее всего даже несколько волн, сейчас несколько дополнительных стен поставлю, и я думаю, несколько волн я просто пропущу, не буду снимать. То есть потом начнем, ну где-нибудь давайте хотя бы с 40-й волны вот продолжим съемку. Так, ну вот, ребята, у нас приближается 40-я волна. По старой традиции 40-я волна, 40-й уровень питомца. Здесь как бы ничего не меняется. Давайте отбиваемся. Смотрим. Может быть, уже стоит вышки прокачать, а не копить 400 тысяч до улучшения базы. Давай, питомец, сноси их всех. Они уже наседают, колупают стены без конца. А, смотрите, пушки-то работают мои. Я правда не знаю, они достают до врага, но они это очень старательно пытаются тут что-то отбиваться. Может быть, если их прокачать, у них и радиус чуть-чуть повысится. Вот это было бы здорово, чтобы они могли все-таки доставать до врагов. Так, ну что, отбились. Кстати, так, наш питомец. Сколько тебе надо? Может, тебе уже можно эволюционировать? Нет, 8 уровней еще прилично до следующей эволюции. Здесь у нас нам надо для улучшения базы 400 тысяч. А сколько будет стоить улучшение, допустим, всех бомбовых? 48 тысяч золота. Нет, давайте, наверное, сначала... Пока что мы и так справляемся, поэтому, я думаю, будем до последнего копить 400 тысяч, прокачаем базу, прокачаем добычу золота, а потом уже начнем тратить золото на улучшение... на улучшение наших боевых построек. Но если будет совсем трудно, то, конечно, нам придется раньше потратиться. Так, я уже, кстати, намолотил целую кучу камня. Вот, несмотря на то, что я, допустим, не покупал себе сейчас красный молот, не тратил на это золото, но камни и дерево у меня просто через край. Смотрите, 20 тысяч камня. Нам столько не надо. Ладно, я думаю, сейчас как бы это... Волня на 45-й, продолжим видео, может, на 50-й, ну, или... посмотрим по ситуации. Да что ж ты будешь делать, ребята? Ребята, смотрите, через 10 секунд сервера будут перезагружены. Опять какие-то новые обновления в игре. И опять меня хлоп, все, начинай сначала. Да е-мое, меня эти уже перезагрузки их забодали. Что вы такого глобального в игру добавили? Давайте я просто перезагружу. Какой-то у меня сервер, мне, кстати, он нравился. На нем никого не было. Я не знаю, где, нигде, наверное, нельзя посмотреть. Хороший сервер был. Ну, давайте я перезагружу сейчас вообще саму игру и посмотрю, что же вы нового такого добавили. А-а-а, ну, смотрите, какие-то новые здания. Ага, так, смотрите. New building unit available Slow traps Place these units strategically around your base to slow down incoming zombies. Короче, они ввели в игру ловушки. Новые ловушки, которые могут замедлять зомби. Это, конечно, все очень здорово, но, блин, зачем я сейчас потратил три часа своей жизни? Я не знаю, ну, где-то примерно, ну, может, не три, меньше двух часов, но я сейчас просто снимал, 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 и тут хлоп, обновление. Да вы меня предупредите за два часа, что будет обновление через два часа. Я бы вообще не стал начинать. Может, меня где-то предупреждали, в каком-то углу что-нибудь висело, но это как бы, блин, напрягает. Почему каждый раз, когда я начинаю играть в зомбс, обязательно какое-то идет обновление, и мне приходится все начинать сначала. И вот сейчас, вот прямо сейчас, я реально, ребята, не готов начинать все сначала, я не хочу опять сейчас садиться, и, ну, как бы, у меня было такое, что, ладно, я вот сейчас сяду играть в зомбс, и готов играть там часов пять-шесть, ну, вот прямо, чтобы реально дойти до какой-то большой волны. Я уже поиграл пару часов, и сейчас начинать все заново, опять эти два часа потратить времени, потом еще несколько часов, я, короче, не готов. Может быть, потом как-нибудь это, опять вернемся к этой игре, и снимем уже и с этими ловушками, и не дай боже, опять какое-нибудь обновление разработчики введут в игру, и так, быстренько хлоп, и все откатят. Ну, вы вводите свои, я не знаю, обновления когда-нибудь, когда все люди спят. Хотя у нас, конечно, земные шарики разные, да, где-то сейчас там, может быть, там, в Америке наоборот, самое лучшее время для обновления, потому что все там тихо, мирно спят, а у нас все уже, это, за компами сидят. Ладно, ребят, в общем, на этом у меня все. Не порадовали ли меня опять эти зомбсы, прям, в общем, до новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok